Представим себе корабль, который выплывает из Африки, нагруженный рабами. Этот корабль плывет в Америку, в Карибский бассейн или в Южную Америку, выгружает рабов, работорговцы продают их на рынке, дальше на вырученные деньги загружают в корабль рис, сахар, золото, возможно, и этот корабль плывет снова через Атлантический океан, теперь в Ливерпуль. Этот треугольник называют треугольником работорговли, треугольник, который лежит на карте, связывает два континента, лежит на карте Атлантического океана. И сейчас существует масса реконструкций того, как, в каких условиях перевозили рабов в этих кораблях. Это были темные помещения, в которых рабы были часто свалены буквально в кучу, привязаны цепями, не могли пошевелиться. Многие из них умирали в дороге во время плавания. Женщины рождали своих детей и их выбрасывали в океан. И это все приводило к тому, что в конце этого путешествия люди, которые находились в этих кораблях, полностью лишались чувства собственного достоинства, чувства собственной самости, идентичности. И когда сейчас мы говорим об этом, пытаемся вспомнить, пытаемся реконструировать или видим экспозиции в музеях колониализма, например, как в музее колониализма в Ливерпуле, одном из самых крупных музеев Европы, посвященных этой эпохе, мы сразу говорим, очень часто говорим о том, что рабов перевозили в нечеловеческих условиях. И вот эта мысль о том, что существуют нечеловеческие условия очень интересна, потому что мы допускаем, что с человека можно поступать определенным образом, но существуют условия, которых человек недостоин, но при этом не люди могут существовать в этих условиях. Это, по сути, базовая философская мысль, которая существует в течение последних четырех столетий. Это идея о том, что существует колониализм, существует империализм, они основаны на евроцентризме и расизме, но и у евроцентризма, и у расизма есть более глубокие основания, которые я только что описал через этот пример. Эти основания можно назвать словом антропоцентризм и англоязычным термином спешизм, то есть приоритизации потребностей одного вида живых существ над потребностями других, по сравнению с потребностями других живых существ. Если мы вернемся к расизму, то расизм, по сути, представляет собой коллективную фантазию, фантазм, коллективное воображение людей, которые представляют других людей отличными от них на основании либо цвета кожи, либо каких-то других анатомических, биологических особенностей. То есть эта идея основана на воображении о телесности, воображении о теле, воображении о биологии. И в этом как раз и заключается интересная связка между практиками колониализма и империализма и глубинными структурами воображения в европейской культуре. Приоритет потребности одного вида, а именно вида Homo sapiens над другими видами, и истории, которые связаны с этим, например, эмплематичной историей является история Даниэля Дефо, Робинзони Крузи, который оказывается на необитаемом острове, единственный человек, единственный цивилизованный человек на этом острове, и он начинает воспроизводить, по сути, маленькое английское общество на этом острове, подчинять себе не только неживую природу, но и живую, а домашнего этих живых существ, которые он там находит, а потом и аборигенов, которые попадаются ему. Вот эта вот фантазия о европейце, который является человеком в настоящем, в полном смысле этого слова, и этот человек оказывается в дикой природе, окруженной дикарями и дикими животными. Эта фантазия как раз очень связана, очень сильно связана с этой идеей антропоцентризма. И другая сторона этой фантазии, другая сторона этой истории — это исключение нелюдей, то есть исключение тех живых существ, которые получают статус не людей, а получают статус в дискурсах, в историях, в фантазиях, в рассказах, в биологических трактатах, в научных изысканиях. И очень важно понимать, что сейчас нам кажется совершенно очевидным, что существуют границы между биологическими видами, что мы совершенно точно можем определить границу между человеком и нечеловеком, но история показывает, что эта граница была всегда плавающей, что колониализм, рабство, расизм, уничтожение, массовое уничтожение людей на основе их расы, национальности или этничности были основаны на постоянном смещении этой границы. И это последние случаи были совсем недавно, их можно обнаружить и в истории Европы в 30-40-х годах, и даже в популярных российских дискурсах сейчас в современном мире. То есть вот эта очевидность этой границы на самом деле не так уж четко проходит. Гуманизм мы обычно считаем, что это очень важное достижение европейской культуры, раннего нового времени, но постклониальные теоретики пишут историю с другой стороны, с другой точки зрения, с другой перспективы. Они очень любят раскапывать темные стороны того, что обычно, традиционно считается великим. Темные стороны гуманизма, темные стороны нового времени, темные стороны исторического прогресса, темные стороны географических открытий. И с точки зрения исследователей окружающей среды и колониализма, гуманизм — это, по сути, антианимализм. То есть это приоритизация ценности человека за счет снижения ценности других существ, которые обозначаются дискурсивно как не люди, как не вполне люди или как животные. Например, английские колониалисты называли своих рабов именами животных. Историки зафиксировали, что в 18-19 веке существовала английская реклама, в которой слоган звучал… Это реклама серебряных замков, и слоган в этой рекламе звучал так «Silver padlocks for blacks and dogs», то есть серебряные замки для чернокожих и собак. И в этой рекламе мы видим, как чернокожие становятся на один иерархический уровень с собаками. Вот такое уподобление, такое снижение, изменение уровня в биологических иерархиях легитимировало колониализм, легитимировало использование людей как вещей, продажу людей, транспортировку людей из Африки в Америку, тот middle passage, то есть пересечение Атлантического океана, с которого я начал этот рассказ. Еще одна важная темная сторона гуманизма – это идея естественного состояния, которую мы находим у Руссо и Гоббса. По сути, и там, и там естественное состояние – это то, что противопоставляется состоянию современному состоянию современного общества. И несмотря на то, что Руссо симпатия относится к этому состоянию, Гоббс скорее, наверное, с подозрением, сама идея естественности, эта идея противопоставляется идее общества, то есть природа противопоставляется идее общества. Существует страх деградации, он существовал, задокументирован в истории, он существует сейчас. Страх стать дикарем, стать Арбинзоном Крузо, которому не удалось построить общество на необитаемом острове. И этот страх существует сейчас в популярных историях про мигрантах, которые захватывают европейские города и которые якобы разрушают цивилизацию. Истоки этой фантазии, истоки этой идеи, их несколько. Это христианство, это идея о том, что только у человека есть душа. Это идея, популярная в позднее средневековье и в раннее новое время, идея великой цепи бытия, то есть иерархии живых существ, и камней, минералов, ангелов и так далее, которые абсолютно постоянно устойчивы. И в эту иерархию включены и реально существующие животные, живые виды, и воображаемые грифоны, допустим, единороги. И существовал в средние века такой жанр бестиариев, то есть описание разных животных видов. И в этих описаниях мы встречаем и реально существующих, существующих животных и выдуманных. Философская идея о том, что только человек может мыслить и обладает полностью развитой способностью чувствования. Эту идею мы можем увидеть у Декарта. И, наконец, практики колониализма, в которых европейцы принесли в Америке идею собственности на животных, идею разделения на домашних животных и диких животных. Эта идея была неизвестна в такой форме, по крайней мере, аборигенам, которые там жили. Это практики охоты, именно европейской охоты, как практик свободного времени, аристократического отдыха, рекреации, и практики перевоза и контроля перевоза различных животных. Практики, которые существуют до сих пор, когда мы пересекаем границу стран, которые находятся на других континентах. Мы заполняем иммиграционную карту, в которой мы должны отметить, были ли мы в последнее время, в последние несколько дней вблизи живых животных, на фермах, везем ли мы какие-то продукты, мясо, органические продукты. Это связано с контролем за распространением бактерий и различных видов, которые могут в новых экологических нишах непредсказуемо себя повести. Итак, мы видим, что граница между животными и людьми плавающая, что она различается в истории, она все время меняется. И в зависимости от того, как и где проходит эта граница, меняются реальные практики. И то, что мы видим, это постоянный процесс изменения этой границы. Это то, что фантазии вплетены, встроены и от них зависят реальные практики. И это значит, что если эти фантазии будут меняться, если мы будем по-другому мыслить о живых существах, о природе, о границе между различными живыми существами, то, скорее всего, будут меняться и в реальности меняются те практики жизни, которыми мы живем, то, как мы живем, то, как мы взаимодействуем с другими людьми и с другими живыми существами, то, как мы путешествуем, то, как мы смотрим на мир. Продолжение следует... Продолжение следует...